Канун 1 сентября горячая пора для всех родителей. Особенно волнуются мамы первоклассников. Сегодня мы отправимся в гости к одним из них и узнаем, как они собирают своих малышей. Здравствуйте! Можно к вам в гости? Что такое школьные уроки, Лиза Зыкова знает не понаслышке. Весь год она ходила на подготовительный курс. Поэтому парту и стул родители купили заранее. К выбору отнеслись весьма ответственно. Наш папа врач-стоматолог. И поэтому, конечно же, он считает, что опорно-двигательный аппарат – это очень важно для любого человека. Я его в этом, конечно же, поддерживаю. Тем более, если мы посмотрим статистику, уже в младшем дошкольном возрасте у детей есть проблемы с позвоночником, с осанкой. Есть дети, которые уже со сколиозом. Поэтому мы приобрели стол и стул. Достаточно комфортный для ребенка, который, собственно, растет вместе с ребенком. По этому же принципу выбирали и рюкзак. Легкий, удобный и безопасный для здоровья. Ребенок подходил с точки зрения красоты, потому что рюкзак девчачий. Выбирала сама, да? Да, выбирала сама. Мы подходили, конечно, с точки зрения пользы для здоровья. Если вы обратите внимание, здесь у нас усиленная спина ортопедическая. Сам рюкзак по себе легкий. Это не означает, что если там ортопедическая спинка, ребенку будет тяжело. Здесь, посмотрите, есть светоотражающие элементы. Внутри отдельные кармашки для тетради, учебников и мелких принадлежностей. Канцелярские принадлежности первокласснику заранее лучше не покупать, считают родители. У каждого учителя к этому свои требования. Психологи советуют любые школьные покупки лучше делать вместе с ребенком. Это стимулирует к учебе и дарит массу положительных эмоций. Мы с Милой вместе раскрывали мой портфель. Мне очень понравился он. Потом мне в садике подарили вот этот набор. И когда мама все вытащила, вот это сейчас, я очень удивилась, как много одинаковых тетрадок, как много красок, всяких там карандашей, эластиков, точилок. У Майи Биндовской портфель тоже на готове. Форму выбирали по скайпу в режиме онлайн, потому что летом гостили у бабушки в деревне. Ее цвет также необходимо согласовать с учителем. В каждой школе он свой – зеленый, малиновый. В школе у Майи и Лизы – темно-синий. Платье, в принципе, мы в нем ходили в прошлом году, в этом платьице. Еще влезаем, поэтому, конечно же, оставляем и донашиваем. И сарафан, насчет сарафана скажу, что это кружево, которое нам досталось от моей мамы, от Лизиной бабушки. Лиза в нем пойдет в первый класс. А пока девчонки играют с младшими сестрами, родители подсчитывают затраты. Говорят, на первоклашку нужно потратить минимум 15 тысяч рублей. Президентские выплаты получены в срок и стали серьезным подспорьем. Мы получили буквально день в день, как и обещали. Все сработало, эти выплаты сработали идеально, как по часам. Хватает? Ну, наверное, самый минимум, наверное, да. Если уже там выбирать, то там надо уже смотреть. Ну, по минимуму, наверное, да. Форма, портфель, обувь. Ну, если покупать все заранее, за полгода зимой со скидками, то, наверное, да, в минимум можно уложиться. Ну, как в минимум. Это тоже вот самое, наверное, необходимое. Отдельно будут приобретаться школьные рабочие тетради и литература. В зависимости от школьной программы. Но многому девчонки научились сами. Я умею читать. Я только, правда, я увидела, как подружка пишет мое имя. Она уже научилась по-прописному писать. Правда, она в школу еще не ходит в садик. Ее мама научила. И так что я и Милина, и мое пока что только имя могу писать. Мне теперь не дай игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сережу дарю. Деревянную посуду я подарить не буду. Зайц нужен мне с собой. Ничего, что он хромой. С таким настроем в первый класс можно идти смело. А вот родителям пока сложно совладать со своими эмоциями. Первый класс – это первый шаг в новую жизнь. Волнение. Я не представляю, что я буду испытывать в школе. На первом сентября на линейке. Я думаю, что слезы счастья и гордости, что ребенок, первый ребенок, пошел в первый класс. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Не помню.